всем привет ребятки вы попали на мой канал я вас рада видеть и в этом видео мы с вами силам гигантскую уточку лала фан-фан надеюсь то что у вас и также получится сделать я вас хоть как-то вдохновлю кстати это по моему будет самая первая гигантская уточка лала фан-фан на ютубе если же вы еще видели такую где-нибудь то пишите в комментариях но мы начинаем для начала надо нарисовать саму уточку я это буду делать на бумаге для мольберта да это та бумага которую я использовала для того как сделать осьминожку вывернувшку и такая она мне получилась вы просто посмотрите какая она милашка вы также можете перевернуть свой планшет либо же телефон и ее срисовать просто она в кадр не помещается сейчас нам эту точку надо раскрасить я буду использовать краски но вы также подписывайтесь на мой тикток ссылочка будет в описании также еще на новый youtube канал арина а не стресс где я буду выкладывать шорт с видео так как на этом канале будут все такие длинные видео и шортов не будет и такая она мне получилось вы просто посмотрите какая она милашка сейчас ее думаю обвести черный маркером да глаза ее также раскрашивала маркером и сейчас я ее думаю обвести черный маркером глаза и гитта же раскрашивала марка еще думаю делать ли мне блики на глазах, либо же нет. Ну, думаю, если что, то потом уже будет сделать и заклеить скотч. В общем-то, потом сами все увидите, что я хочу сделать. И так вот должно получиться. Также напишите в комментариях, как лучше, с обводкой или без нее. Сейчас нам это все надо обклеить скотчем. Да-да, именно всю нашу уточку. С одной стороны с вот этой. Ну, а теперь нам ее надо вырезать. Да, также еще на низ я буду приклеивать еще вот такую вот картоночку, чтобы наша Лала Фан Фан была прочнее. Даже думаю две картонки приклеить. Да, и приклеивать я буду на клей и карандаш. И такая она у меня получилась. Также еще сзади я приклеивала два слоя картонки формата А3. Я использовала бумагу для черчения. И чтобы ничего не расклеилось, я тут в некоторых местах заклеила скотчем. Где, вот смотрите, тут картонка и тут. Но сейчас настал тот момент, когда мы с вами сделаем саму одежду для нашей с вами гигантской ути. Для этого нам с вами также нужна бумага для черчения формата А3. Давайте начнем, думаю, с кофточки. Для этого мы кладем картонку под низ нашей с вами уточки. И теперь обводим нашу с вами ути простым карандашом. Таким образом. Ну, где-то примерно вот так вот, потому что тут уже картонка кончается. И тут, если так считать, то отсюда надо начинать. И кофточка у меня будет примерно вот так. И с этой стороны также отмечать так. Примерно вот тут вот. И тут тоже обводим. Теперь убираем нашу с вами уточку и рисуем сам костюмчик. Также еще смотрите, чтобы наша одежда точно поместилась на уточку, то, где мы обводили, немного отступаем, может быть, по сантиметрику. Таким образом. Может быть, по 5 миллиметров. Тут даже больше получилось, просто так будет красивее. И вот тут тоже отступаем, вот так делаем. И вот это вот все лишнее стираем и рисуем костюмчик. Я решила нарисовать такой свитер. Вы также можете поставить видео на паузу и срисовать. Ну, а теперь надо раскрасить наш с вами свитер. Я буду использовать гуашь. И так у меня получилось. Да, также еще вот это вот сердечко я раскрасила маркером, чтобы оно хоть как-то выделялось. И я думаю, это все также обвести маркером, как и саму уточку. Чтобы это все не сливалось. Ну, а затем обклеиваем скотчем и вырезаем. И такой свитер у меня получился. Ну, а сейчас мы сделаем нашу ути и новогоднюю шапочку с Санты Клауса. И для этого мы под голову уточки кладем также картонку формата А3. И обводим ее голову. Верхушку тоже. И с другой стороны тоже обводим. Вот так вот до счетчик. И теперь убираем нашу уточку и прорисовываем всю шапочку. Да, также вот тут вот оставляем где-то 0,5 сантиметра, чтобы наша шапочка точно поместилась на уточку. И таким образом дальше рисуем. И так у меня получилось. Также еще вот этот бомбочек просто не поместился сюда. И поэтому я его отдельно вырежу, раскрашу, а потом приклею вот сюда. Ну, а теперь надо раскрасить нашу с вами шапочку. Я ее буду раскрашивать гуашью. А вот этот помпончик я буду ему делать с тени простым карандашом. Для красоты я решила также обвести черным маркером. И теперь нам также надо обклеить скотчем и вырезать. И таким образом вы должны были это сделать. Но сейчас надо склеить наш помпончик с нашей с вами шапочкой на скотч. Таким образом. С передней стороны и задней. Лишнее мы с вами можем обрезать и с задней стороны также склеиваем. И такая шапочка у нас с вами должна получиться. Но сейчас нам на нашей с вами одежде надо сзади приклеить двухсторонний скотч. Это мы делаем для того, чтобы наша одежда держалась на нашей с вами уточке. Так, тут я думаю приклею один кусочек и лишнюю вот эту вот поляночку мы с вами сдираем. И можно уже приклеивать на уточку. И все то же самое делаем с нашим свитером. Переворачиваем и приклеиваем кусочки. Я буду использовать три. Вот тут один. Тут один. И тут снизу. И сдираем вот эту вот защитную пленочку. У меня она оранжевого цвета. И теперь настал тот момент, когда мы с вами примерим нашу одежду на нашу с вами уточку. Вот, наша уточка прибежала. Так, давайте, думаю, ей примерим вначале такой свитерочек. Итак, приклеиваем. Да, он хорошо помещается на нашу с вами уточку. Значит, он ей по размерчику. Ну, а теперь приклеиваем шапочку. Теперь у нас будет уточка-помощница Санта-Клауса. Так, я же нормально приклею его, да? Вот. Так думаем. И такая гигантская уточка Лала Фан Фан у нас получилась. Подставьте ей, пожалуйста, просто оттеночку от 1 до 10. Я оставлю, думаю, 9 баллов. Ну, а вы пишите в комментариях. Это, кстати, первая гигантская уточка Лала Фан Фан на Ютубе и вообще в интернете. Если же вы еще такую где-то видели, то пишите в комментариях. Также я еще делала гигантский симпл-димпл и осьминожку-вывернушку. Самое сложное из всего гигантского это была вывернушка. А самое легкое это это удочка. Да, также еще пишите в комментариях, если же вы хотите, чтобы я сделала еще какую-нибудь одежду либо же аксессорчики для этой удочки. Может быть, мне для нее сделать очки, потому что все Лала Фан Фан они в очках, а моя просто вот в такой вот одежде. Кстати, этот свитер, который на мне только немного потемнее. Ну, а мое видео подошло к концу. С вами была Ярина и такая гигантская уточка Лала Фан Фан. Также идея для моих видео обязательно пишите в комментариях и что вы хотите, чтобы я сделала для уточки. Для маленькой, кстати. Я вам сейчас покажу мою маленькую. Вот смотрите, маленькая ВС большая. Мне кажется, смотрится очень даже миленько и красивенько. Кстати, у этой я делала блики, а у этой нет. Напишите в комментариях, сделать их либо же и так красиво. Просто я, как художник, люблю все тени и блики. Вот. Да, пишите еще в комментариях, какая красивее. Маленькая либо же гигантская. Мне кажется, что, не знаю, почему-то маленькая, потому что, может быть, тут блики. Всем пока-пока. До следующих видео. Вы мои самые лучшие. Бай-бай.